Начнем с сенсации, заявили организаторы. Пресс-конференцию неспроста провели в Краевическом музее. Здесь почти год назад в запасниках нашли ранее неизвестную картину алтайского художника начала прошлого века Григория Чоразгуркина «Моральник». У нас сегодня, у всех жителей и Алтайского края, и Республики Алтай, потому что мы все-таки вместе, есть вот такая уникальная работа, которая еще больше объединяет нас под этим общим праздником. Эта картина войдет в первую полноценную для Барнаула выставку знаменитого художника, которая откроется в музее 25 апреля. Будет всего представлено несколько десятков работ. Но основной площадкой, конечно, станет «Бирюзовая катунь», где 1 мая пройдет целая череда представлений, конкурсов, выступлений. В этом году изюминкой праздника станет формат так называемого «концерта на лужайке», и почти все артисты спустятся с главной сцены на землю. Мы с вами остаемся на земле, потому что мы приехали прикоснуться к горам, почувствовать себя, ну уж не знаю, погода позволит или нет, но какие-то годы все там загорали и ходили босиком на зеленом траве, и смотреть на артистов, как я смотрю на вас. И плясать вместе с ними в хороводах. Организаторы намекнули, что на искусственном озере тоже, возможно, пройдет кое-что необычное, если только позволит погода. И даже если те немногие кусты моральника, что обычно цветут на бирюзовой катуне, не успеют распуститься, розово-сиреневых оттенков все равно пообещали много. Площадки будут полны моральниковой символики. Ожидается, что праздник в этом году посетит не меньше людей, чем в прошлом, около 30 тысяч. И летний туристический сезон официально будет открыт. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости.